всем привет мы сегодня уехали с пукета и решили по дороге заехать на дамбу здесь в таиланде есть дамба между пукетом и суртани вода здесь чистая в этой дамбе буквально прозрачная такая кристальная я видел фотографии вот я думал мы здесь останемся скорее всего мы поедем дальше потому что идет дождь и мы не сможем там даже покупаться ничего такого сделать поэтому мы поедем дальше в сторону банкока там дорога мы сейчас проехали по дороге и на лодках плавают в общем это все очень красиво так выглядит конечно если была бы еще погода хорошая то видимость бы была бы гораздо лучше и было бы дальше видно но все равно я думаю если вы путешествуете на машине то обязательно стоит заехать в это место мы приехали сегодня в бангкок назад вернулись потому что нас замучили дожди в самуи и в пукете на островах я посмотрел прогноз погоды и там не утешить стильный был прогноз постоянно дожди и грозы и вообще там делать нечего было потому что очень много туристов и мы решили потихоньку уже начинать собираться домой мы приехали в бангкок сегодня мы ехали всю ночь получается я ехал за рулем там около тысяч километров может меньше потому что ну да где-то тысяча потому что мы там заезжали еще на дамбу в горах ездили стоимость бензина по вышла около 1000 бат я два раз по 500 бат заправлялся из пакета до бангока доехал за на тысячу бат счетом того что топливо было по 27 бат за литр я примерно посчитал стоимость километра если ехать на машине на арендованной если экономичная машина более-менее если водитель тоже нормально едет в экономичном режиме то есть при выходит примерно один бат один километр то есть тысячу бат на тысячу километров ну примерно так грубо говоря там плюс-минус 10 процентов ну и соответственно стоимость аренды машины там у нас около 500 бат выходит потому что мы арендуем на месяц здесь очень много лодок канала всяких и можно на лодках кататься по бангкоку исследовать таким образом стоит это очень дешево и ну и сердито получается потому что как бы изнутри без пробок быстро можно прокатиться от конечной от начальной до точки и увидеть много интересного всего и в любом месте можно выходить бангкок очень сильно отличается от таиланда и ценами и люди здесь другие здесь сразу видно что допустим цены даже на блюдо вот зайти вот в какое-то такое кафе цены будут в два-три раза ниже чем в туристических местах где-то на пляжах где много туристов в два-три раза будет даже взять элементарно тот же самый пота или том я цена будет два-три раза ниже потому что в таких местах они не поднимают стоимость не увеличивают стоимость высокий сезон в зимнее время когда приезжают много туристов то есть таких местах цена всегда одинаковы ну точно так же если как приехать допустим тот же даже в пукет можно приехать летом и цены там будут гораздо ниже вот что мы здесь видим вот такие кафешки я подозреваю что это 20 бат и вот супчик такой 20 бат стоит хотя вряд ли но все может быть потому что это бангкок и вот смотрите кафе закрыта а вот они оставили вот эту лодку специи приправы все оставляли побросали здесь есть корица имбирь и гвоздика по-моему это лавровый лист ну не знаю что это кардамон и все она вот так стоит открыто в принципе любой желающий может себе отсыпать чуть но это же если если вы жулики можете так сделать бангкок это конечно более такой уже конечно мегаполис с высоким уровнем жизни и очень сильно напоминает гонконг или сингапур или токио или пекин наверное шанхай какие-то такие города с высоким уровнем жизни с сумасшедшим ритмом и здесь работает убер здесь уже конечно люди уже такие более-менее более как сказать культурные наверное как и я заметил не только дешевле цены в кафе или там в ресторанах здесь дешевле даже массажи и вообще все все что связано с этим то есть они как-то не поднимают цены как раз возле нашего отеля сейчас оказалась одна лодочная станция мы подходим к ней здесь тайцы играют футбол это ребята которые на своих такси байках на своих такси на своих байках занимаются такси и извозом частным извозом вот они сейчас ждут как раз очередную лодку когда лодка приедет даже женщины занимаются этими делами вот она эта лодочная станция про которую я вам говорил здесь также два направления есть как и в автобусах все не указаны вот эта станция 19 ну вот туда получается конечная станция в ту сторону двадцатая конечная станция туда восемнадцатая в общем мы туда отправимся здесь кстати тоже если я не ошибаюсь работает дитак вайфай про который я вам говорил то есть безлимитный я могу подключиться или либо это просто реклама еще можно ориентироваться по гуглу то есть вот мы здесь находимся а ну вот как раз наша лодочка пришла она чуть-чуть раньше пришла и мы сразу на ней сейчас поедем да да садись посадка не очень удобная ну у меня вода ухала Дорс сидит у него руль там все органы управления даже есть предохранители вентилятор дует зеркало который он все видит вот эти лодочные станции они на карте гугл здесь есть маршруты вот они вот так отображаются и можно нажать и вот здесь сразу указывается какие паромы сюда подкладят и даже время указано то есть вот здесь карта полностью открывается тоже такая же лодка и с этой с этой линии с этого маршрута вот так это выглядит они прикрывают 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 немного чтобы не не брызгала не запрызгивала немного экстимально но очень весело следующая остановка от одной остановки до другой он где-то там до доплывает за несколько минут вот так они швартуются так люди садятся я думаю это один из самых быстрых транспортов в бангкоке с одного берега на другой переплывает вот такой паромчик за место моста за место моста да с одного берега на другой переходит вот на таких паромах типа мост очень интересно у него даже ключ зажигания там есть педали педальки разные нажимают молоток молоток это наверное для тех кто себя плохо ведет он оказывает их вот нам ребята показывают как пройти как выйти отсюда переходы посмотрите у них какие то есть пешеходные переходы чтобы люди не могли вниз кошки да вот здесь целая куча кошек живет их здесь кормят они уже не едят ничего вон лапа валяется очень много кошек и там и там везде они какая-то кошачья станция сейчас поставил точку куда нам нужно попасть и здесь смотрите если мы будем идти пешком мы 35 минут это займет на такси 20 минут и самое быстрое это на поезде еще до сих пор царит новогодняя атмосфера лампочки у них такие красите кто живет на улицах Таиланда на улицах банкока реально огромные крысы невероятно большого размера не они 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 6 какая-то видел конечно крыс на на улице ну чтобы прям такого размера и таких бесстрашных первый раз то продают всякие лекарства до всякие вот тут симуляторы вообще купить можно на улицах банкока наверное все что угодно особенно вечернее время даже людей многие девушки сидят на ступеньках предлагают свои услуги я не знаю сколько здесь это стоит здесь и молотки есть и наши всякие мачете даши ну вот эти вообще плойки у них повсюду здесь двойные есть не вот эти вообще популярные да нравится девушка мальчик на эти бой и главное и тут же сразу детская одежда продается кстати вот обратите внимание да на людей которые просят подаяния я единственное где их увидел это в банкоке нигде в таиланде нету людей которые которые просят подаяния я не знаю почему может быть это связано с тем что никто не дает или это связано с тем что уровень жизни и так в таиланде высокий но в банкоке таких людей очень много они здесь прям буквально на каждом шагу и много инвалидов которые прям ползают здесь по дороге просят и вообще все что угодно а вот в других городах и вообще на островах мы объехали почти весь таиланд таких людей почти нет нигде вообще я не видел нигде чтобы кто-то что-то у кого-то просил так выглядит типичная макашница вот у них здесь все яички сковородка там соусы масло все все что угодно они могут часть здесь приготовить а вот и повар в таиланде особо не парятся они продают все что нужно продать на улице вот так это тоже привезли они прикатил он вернее сам своими руками здесь фрукты у него здесь кокосы ощущение что мы не в таиланде находимся где-то я даже не знаю может в стамбуле или еще где-то потому что здесь вообще питайцев практически нету она айс крэм другие айс крэм с варинасть айс крим видишь они прям к ней подбегают и едят то что она ест были здесь на какой-то жаровню очень много морепродуктов я подозреваю что они дешево стоят здесь прям все журчит кипит у них и вот так там люди кушают в ангарах полкилограмма стоит 300 бат вот эти приветки большие в принципе недорого просто я не знаю насколько они свежие ну рыба вроде бы свежая 150 целая рыба с лимоном в принципе она свежая свежая кому чё да популярное место глиняные может быть но либо глиняные либо каменные каменные железобетонные с гвоздями лобстер 1800 бат стоит целый лобстер сейчас вот по этой дороге едут с той стороны в ту сторону и с этой стороны с ту сторону только маленькая вот полоска здесь только для людей которые едут в ту сторону то есть она периодически эта улица превращается в одностороннюю и весь поток выпускает туда так думаю то что вечером все люди едут туда а утром сели едут оттуда то есть она односторонняя зависимости от от времени чисто все но чистота я думаю связано с тем что здесь часто идут дожди и нету такого понятия как пыли и грязь потому что это все вымывается и если все покрыто бетоном даже вот те деревья растут есть чуть земли все равно все они покрывают и грязь это не растаскивается поэтому чистые машины и здания чистые здесь вот есть вот эти переходы которые любят тайцы пользоваться и здесь сразу же к нему построили переход к этому зданию то есть очень удобно праздничное настроение новый год и везде у них есть эти переходы то есть большинстве случаев они ходят вот в таких крытых мест по таким крытым дорожкам то есть не дождь не страшен и никто никому не мешает и надземные переходы они освещаются они закрыты там даже деревья растут очень чисто здесь не разрешают торговать не разрешают попрошайничать то есть никаким образом нельзя здесь задерживать движение поток воды перед входом он связан с притоком денежный средств и я во многих местах замечал чтобы такие водоемы у них перед зданиями они делают в пар бар находится на пятьдесят девятом этаже если я не ошибаюсь или где-то вот смотри видишь сколько здесь цифр наши нажми 5 9 ухты до 5 9 это 53 на концерт глюкозы пришло 50 тысяч дебермана так выглядит это здание со стороны здесь есть еще ночной ночной бар чуть понише крокса окей в шортах нельзя и мне дали штаны мне ждали штаны я сразу прошел сша еще вид мы сейчас находимся на 60 этаже очень высоко весь банков как на ладони сейчас мы пойдем еще выше и возьмем вас с собой но вот этот фокус со штанами конечно меня удивил я зашел я был в шортах и в шортах ну здесь у них естественно дресс-код и мне дали мне дали штаны чтобы я мог зайти посидеть здесь пожалуй присядем где-нибудь вот здесь чтобы наслаждаться этим видом буквально 10 минут назад мы были вот потом перекрестке ой 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 вкусняши какие